Снимать ковид-ограничения преждевременно. Чубайс считает, что экономику России в следующие 30 лет ждет масштабная трансформация. Новый пакет санкций предполагает отключение России от SWIFT системы международных банковских переводов. Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю. Политиков РС для рынков опаснее, чем омикрон-коронавирус. Новый штамп. Эти и ряд других экономических новостей мы с вами обозреваем сегодня. Давайте начнем с внешнего фона. Российский фондовый рынок несколько подрос. После достаточно сильной коррекции в целом сегодня выглядит весьма привлекательно. Поскольку коррекция в большей степени связана с политическими рисками сейчас. А не с экономикой предприятий, у многих из которых весьма все неплохо. И ожидаются совершенно безумные дивиденды по некоторым на уровне 15-20% в частности по металлургам. То выглядит интересно на мой взгляд. Поделитесь вот как вы считаете. Вот так примерно выглядит картина по конкретным акциям. Индекс S&P 500 Америка идет вверх и уже приблизился к своим пикам. Хотя до этого вот несколько откатывался назад. Но опять пошел вверх и уже почти у максимума своего. Нефть дрожает и начинает восстанавливаться. Что еще один фактор в плюс к российскому рынку. Доллар тоже подрастает. Это я думаю в большей степени политические факторы влияют сейчас. И биткоин. Ну биткоин так. Восстанавливается после безумных выходных. Но пока еще далек от тех уровней, что были ранее. Коронавирус в России идет на спад. В мире как-то потихоньку вверх. Глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что омикронштамм широко распространился в 50 странах мира. И поэтому риски в России из-за этого штамма остаются довольно высокими. И Роспотребнадзор усилил контроль в пунктах пропуска международных. И в общем ждет всех, кто возвращается из-за рубежа, чтобы их проверять. И снимать какие-то ограничения по ковид, говорит она, преждевременно. Так что особо не ждите. Путин подписал закон об увеличении мрот до ошеломляющих 13 890 рублей. Изначально законопроект Госдумы был, что поднимут мрот до 13 617 рублей. Но президент призвал повысить до 13 890. То есть своим ростчерком ПРА увеличил рост на аж 200 273 рубля. Если я не ошибся в расчетах. Вот на такие деньги можно рассчитывать минимально в России. Госдума приняла закон об индексации мат-капитала по фактической инфляции. То есть если до этого предполагалось, что мат-капитал будет индексироваться по прогнозируемой инфляции. Которую ЦБ прогнозировал на уровне 4%. То даже ЦБ уже сейчас признается, что никакие не 4, а как минимум 8. А к концу года наверное и в 10 признается. И на эту сумму, на эту цифру должны проиндексировать мат-капитал. Чубайс считает, что экономику России в следующие 30 лет ждет масштабная трансформация. Сравнимая с информационной революцией последних лет. Считает Чубайс, который ныне является представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Вот такая должность у Чубайса. Устойчивое развитие Роснана, как мы знаем, он уже обеспечил. И теперь дело за другими направлениями. По его словам, энергетика это позвоночный столб национальной экономики России. И изменения в ней, имеется ввиду зеленая энергетика, о которой много говорят, может сделать страну крайне уязвимой. Другой дает колоссальные возможности. Видимо речь о том, что наконец придется слезать с нефтяной иглы. На которой Россия сидит, к сожалению. Титов назвал долю невосстановившихся после пандемии предприятий. И говорит, что 70% предпринимателей заявляют, что их бизнес не вышел на допандемийные показатели 2019 года. Но при этом только 3% закрыли свой бизнес. Остальные как-то мышки кололись, плакали, но продолжали жрать кактусы. Минфин обратил внимание на опасность перерастания торговли на бирже в зависимость. Телефонные линии доверия, куда обращаются люди с проблемами игровой зависимости, стали принимать звонки от торгующих на бирже граждан. И сейчас проблема гэмблинга, то есть азартной бессистемной торговли, которая зачастую совершается в состоянии потери контроля над собой, касается малого количества граждан. Но за этим надо следить. Интересное, кстати, наблюдение. И вот как вы считаете, знаете ли вы людей, встречали ли людей, которые теряют контроль над собой и действительно совершают покупки, кублю, продажу, торговлю активную, уже себя не контролируют. Встречали ли вы таких? Напишите, пожалуйста. Возможно, кто-то в зеркале встречал. Будет интересно узнать, насколько это близко к азартной игре. Допустим, когда играют в лотерею или ставят ставки на спорт или что-то подобное. Или в казино. Новый пакет санкций США предполагает отключение России от системы международных межбанковских платежей SWIFT. Власти США рассматривают введение широкого спектра новых санкций в отношении России, если Россия поведет себя агрессивно. Пакет будет направлен против членов ближайшего окружения президента России. Мы о них очень сочувствуем, конечно. И российских энергопроизводителей. А также будет включать ядерный вариант, в кавычках, отключение России от системы SWIFT, международных переводов. Вот это, конечно, уже напрягающий момент. Я понимаю, что наверняка многие из вас будут сильно беспокоиться о судьбе чиновников ближайшего окружения президента. Но вот этот момент с отключением от международной системы платежей, если вдруг это произойдет, это, конечно, очень большой минус для страны. Ну, то есть такую попасть в некоторого рода финансовую изоляцию. Хотя я думаю, что это до этого не дойдет. Но кто его знает, это все не в нашей власти, а залезть в головы тех, кто принимает решение довольно сложно. Новые санкции также могут быть в отношении суверенного долга. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что это все истерика информационная. Но сложно сказать, что здесь истерика, что реальные факторы, но по крайней мере пакет санкций они подготовили такой. С другой стороны, существенного падения сейчас это уже не вызвало. То есть вот падение на 10% российского рынка в большой степени связано именно с ожиданием этих санкций. Но дальше вроде не валится. Так что все, видимо, привыкли к этому. И в некотором смысле, на мой взгляд, это возможность, что если сейчас у нас не произойдет никаких вот этих отрицательных событий со стороны России и в отношении России, то фондовый рынок достаточно быстро может восстановиться в своей позиции. Это как раз к моменту про докупки на российском фондовом рынке. Сбер надеется на регистрацию своей платформы цифровых финансовых активов до конца года. Герман Греф говорит, что Сбер надеется завершить процедуру регистрации и начать выпускать цифровые финансовые активы Сберкоин. И они заявляли, что в 2021 году уже начнут экспериментировать, но пока еще не успели. ВТБ и Вайлдберрис запускают систему платежных сервисов ВТБ-пэй. Ну, по аналогии с Эппл-пэй, Гугл-пэй, Яндекс-пэй. Теперь будет вот ВТБ-пэй. Так что ждем. Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений, заявляет Сбербанк. Киберпреступность совершенствуется. Количество увеличивается. Сбер предотвратил мошенничество на более чем 100 миллиардов рублей, как они заявляют. Это цифры беспрецедентные. Ну, вот вы, возможно, слышали. Я недавно выкладывал запись разговора с мошенником, который представлялся службой безопасности Сбербанка. Какой технический отдел Сбербанка? Младший специалист Алексей. Так. Вы сказали, касательно такого вопроса. В обработку нашего банка поступила заявка на замену вашего контактного номера телефона. Очень это активизировалось. И крайне рекомендую, если не смотрели, посмотрите выпуск, который мы записывали с бывшим киберпреступником, который 10 лет в тюрьме отсидел за кражу миллиона долларов. И он там рассказывает, как сейчас основные методы, как можно попасть, влететь со своими, допустим, кредитными картами или с чем-то еще. И как постараться себя обезопасить. Послушайте, я думаю, если вдруг это прошло мимо вас, то это важная информация, потому что действительно кибермошенничество развивается. В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Вот так. Нужно защитить здоровье россиян. Предложили в Госдуме. И для этого надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Вот это, конечно, для кого-то будет новость. Я алкоголь не употребляю уже очень давно. Наверное, лет 13, по-моему. И меня не сильно это беспокоит, даже на Новый год. Но вот кого-то, может быть, и выбьет из колеи. Такой подход. Но введение сухих законов, по-моему, никогда ни к чему особо хорошему не приводили. Это просто превращается все в черный рынок. Но, может быть, в этом и логика есть. Греф выступил за продление программы льготной ипотеки. Ну, естественно, он же Сбер-монополист и кучу денег на этом зарабатывает. Как он может против-то быть? Но льготную программу он говорит, что нужно продлить после июля 2022 года хотя бы для определенных категорий граждан. Может быть, не для всех, но для кого-то. Вот так. Но непонятно, в общем, что будет с льготными ипотеками. Пока они продолжаются. В частности, вот семейная ипотека, которую можно получить по 4,5-5%, она пока действует на новостройки. В ВТБ предложили создать цифровой суперсервис для сделок с недвижимостью. Где можно будет в режиме одного окна объединить все услуги касательно недвижимости. Налоги, оплату ЖКХ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию и другие сервисы. Сейчас все это отдельные услуги, которые получают в разных учреждениях, а объединить все в одну бесшовную структуру. Ну и, видимо, подойдет из ВТБ. Вы знаете, звучит интересно. Вот я несколько сделок с недвижимостью проводил. В частности, этим летом я кое-что продавал, покупал новые объекты. И, конечно, вот этот геморрой, который бумажный, сохранился до сих пор, он раздражает в эпоху цифровых технологий. Ну почему вы не можете, почему надо получать всякие выписки из домовых книг, выписку с ЕГРН, выписку этого единого лицевого счета, выписку об отсутствии задолженности по ЖКХ. Еще кучу вот этой всей ерундистики. И все в разных местах, которые работают в разное время, естественно. Ты должен ехать туда, везде все эти бумажки получать. Почему нельзя это свести все в одну, не знаю, в госуслуге или куда-то еще. Еще, если будет реализовано, это, наверное, хорошо. И, безусловно, вот из плюсов вы иногда мне пишите, что Николай, почему только там негатива много. То, что я четко отмечаю как позитивную часть в России сегодня, что я вижу, это развитие цифровизации. Я этому рад, я считаю, что это плюсы и молодцы те, кто это делают. Что гораздо проще многие сервисы стало получать. Многое можно онлайн сделать, гораздо больше, чем раньше. Многое упростилось там в МФЦ. Это, на мой взгляд, плюс. Поэтому, что есть, то хвалю. Чего есть, то не так хвалю. А вот теперь давайте обратная сторона нашей психбольницы. Минстрой объяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов. С 1 марта, если вдруг вы не в курсе, Минстрой решил пойти навстречу гражданам нашей страны и начать штрафовать за незаконно остекленные балконы. То есть, остекление балконов теперь приравняется к незаконной перепланировке со штрафом 2,5 тысячи рублей и предписанием привести в исходное состояние. То есть, разобрать, разбить стекла, все вынуть. Ну что, вот такие решения. Мне кажется, что это ерундистика. Это просто на пустом месте создали геморрой. Потому что процедура заканивания, она сделана через одно место сегодня в России, во всех регионах. Я, поскольку активно занимаюсь недвижимостью и мы постоянно работаем с перепланировками, делим там квартиры на студии, еще что-то делаем. И знаем, как это происходит на практике. Насколько это, во-первых, бюрократизированный, часто коррумпированный процесс и дорогой, и на пустом месте. Кому мешали эти балконы? Ну понятно, наверное, где-то бывают какие-то перекосы, что кто-то как-то непонятно застеклил дико и фасад испортил. Ну может быть, но мне кажется, что это перебор. Не знаю, как вы относитесь, напишите, пожалуйста. И я считаю, что это куда-то совсем не в ту сторону потопали. Поэтому цифровизацию похвалил. А вот здесь все, что связано с Росреестром, к сожалению, вызывает сплошное отторжение сегодня. Почти все процедуры очень через одно место. Морган Стэнли назвал политику Федеральной резервной системы для рынков опаснее, чем Omicron штамм. Они считают в Морган Стэнли, что по их прогнозам сокращение закупки активов со стороны Федеральной резервной системы приведет к снижению, к падению индекса S&P где-то на 12%. Вот их прогноз. А поскольку инвесторы требуют больших надбавок за риск, а повышение ставок это риск для компаний. Дороже становятся кредиты, больше расходы для бизнеса, прибыль падает, ну и соответственно стоимость акций. Так что ждем, что будет с Федеральной резервной системой, как они будут сокращать и повышать ставки, когда будут и сокращать выкуп активов. И как это все отразится на финансовых рынках. На этом на сегодня все. Всем удачной недели, удачных инвестиций. С вами был Николай Мрачковский. И кстати у нас на этих выходных будет два интереснейших мероприятия. Это семинар Андрея Карелина, который у нас очень многие наши давние инвесторы попросили после видеоинтервью провести. И мы решили, вот Андрей согласился один раз это сделать. И второе мероприятие это итоговая конференция, которую мы проводим каждый год в конце года. Подводим итоги и самое главное смотрим на тренды. Там будет просто очень много спикеров с самыми разными темами, которые будем разбирать. В таком в блиц формате разные стратегии, новые стратегии, старые стратегии, какие тренды. По фондовому рынку, по недвижимости, по займам, по доходным автомобилям, по всему остальному. Чтобы быть в курсе. Опять же прежде всего делаем для своих, но если вдруг места останутся, можете присоединиться. Ссылки под видео дадим. Удачи, счастливо. С вами был Николай Мрачковский. С вами был Николай Мрачковский.